Ах, обмануть меня непросто, я сам обманываться рад, это не хайповый заголовок. Я действительно хочу вам показать, рассказать и даже продемонстрировать с научной точки зрения, подчеркиваю, с научной точки зрения, как вас обманывают при подсчете голосов на выборах, в том числе на президентских выборах, тем более, ну когда сделать это, как и не сейчас. Вот завтра вся страна отмечает православное Рождество, сегодня канун Рождества, святки, гадания святочные. Вот сегодня, как мне кажется, очень удачный для этого день, очень удачный для этого эфир. Ну а мы выходим на финишную прямую вот этих вот длинных новогодних каникул, продолжаем отдыхать, наша команда тоже продолжает отдыхать, поэтому пока вот в таком лайтовом варианте выходим в эфир, и тем не менее, это реальная журналистика. С наступающим и поехали! Ну и для того, чтобы все было максимально понятно, сразу начнем с моего любимого заблуждения, которое, к сожалению, слышу даже не от ватников, а в общем от нормальных, казалось бы, людей, которые очень часто произносят вот эти вот глупые фразы, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают, да и вообще, режиму нужна на этих выборах только явка, и такие, как ты, способствуют им в увеличении, в поднятии этой явки, и потом Владимир Владимирович выигрывает с какими-то сумасшедшими процентами. Ну, давайте попробуем в этом разобраться. Владимир Путин! Молодец! Политик, лидер и борец! Итак, о чем мы? О хаяфке, которая очень нужна режиму для того, чтобы победить там в тех или иных выборах, ну, в данном случае в марте 24-го года. Ну, давайте посмотрим. Для этих целей предлагаю выборную тематику пока отложить в сторону и перенеститься в киноиндустрию, например. Вот сейчас в кинотеатрах на больших экранах с 1 января вышли сразу два отечественных фильма. Один называется «Холоп», другой называется «Бременский музыкант». И вот по итогам пяти дней наступившего Нового года эти картины побили все мыслимые и немыслимые рекорды в истории отечественного кинематографа. Они уже, каждый из них собрал кассу, превышающую миллиард рублей. Более того, тот же Холоп в день премьеры обошел на повороте предыдущего рекордсмена Чебурашку, который год назад побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Так вот, для чего я вспомнил те этих самых киношников? А дело в том, что они, как и политтехнологи, они ведь тоже заинтересованы в высокой явке. Они точно так же, задача тех, кто произвел вот этот вот продукт, вот эту вот картину, их задача заставить всех нас поднять свои задницы и прийти в кинотеатры. И не просто прийти, а купить билет. А билет нынче, в общем, не дешевое удовольствие, я вам скажу, по екатеринбургским меркам. Вот 450 рублей стоит билет на одного в кино, для того, чтобы мне с женой сходить, а в моем случае с женой или тебе с девушкой, нужно будет купить два билета, отдать за это 1000 рублей, это без учета, а вдруг захочется попкорна, а вдруг захочется там где-то перекусить, купить какой-то воды, кока-колы, сока, взять с собой туда в кинозал. То есть минимум 1000 рублей, вот задача киношников, продюсеров той или иной картины, неважно, бременских, музыкантов, холопа, каким-то образом нас заставить встать, пойти в этот кинотеатр, купить этот билет. Как они это делают? Ну, во-первых, они снимают для нас разнообразные трейлеры. Что показывают в этих трейлерах? В этих трейлерах показывают все самое лучшее. Масштаб, декорации, операторскую работу, музыкальное сопровождение, это немаловажно. А саундтрек к тому, кто или иной картине, в идеале, чтобы этот саундтрек ушел в народ, и люди ставили его себе на рингтон, ну вот как было, например, с недавним нашумевшим сериалом «Слово пацана», кстати, раз уж про слово пацана вспомнили, да, в идеале какой-то бы скандал вокруг своей картины организовать, как сделали продюсеры, слово пацана, они там, да не один скандал устроили, чем вынудили, заставили. Даже тех, кто не собирался этот фильм смотреть изначально, даже таких людей заставили этот фильм посмотреть, вот я не собирался, но я посмотрел, там, или мой приятель Антон Харрин. То есть это вот важно. Это один фактор, что все дорого-богато. Немаловажный фактор еще один, это узнаваемые лица. Звезды, причем чем больше звезд снимается в этой картине, тем лучше. Я здорово сомневаюсь, что люди пойдут там на фильм, в котором снимаются какие-то никому неизвестные ноунеймы, артисты иркутского тюза. Нужны звезды, не менее важно, да, какой-то именитый режиссер, какие-то именитые продюсеры. Вот все это в совокупности создает некий ореол привлекательности той или иной картины. И вот когда человек понимает, что действительно это привлекательная история, я хочу и готов пойти потратить свое время, пойти потратить свои деньги, это сработало. Вот так вот борются заявки киношники, политтехнологи, в принципе. Борются заявку примерно таким же способом, вот только, ну судя по нынешней избирательной кампании, вы вообще можете сказать, что хоть один атрибут из этого присутствует, да, из только что озвученного мной в нынешней президентской программе присутствует. Кто там будет явку поднимать, вы видели тех кандидатов, которые заявились для участия вот в этой вот избирательной кампании, вы их вообще видели? Это какие-то ноунеймы, которых никто не знает, это даже, я уже говорил в предыдущих выпусках, это даже не спойлеры, это какая-то массовка. Да даже не массовка, это какие-то шуты гороховые. Вы что, реально думаете, что вот они могут поднять какую-то явку, могут заставить людей прийти на избирательные участки, вот они, да вы их послушаете. Вы планируете победить? Мог там, да, во-первых, что считать победой. Вы планируете победить? Конечно нет, я на идиот поход. Вы планируете победить? Я планирую сделать все для консолидации русского общества. А победить? Вы планируете победить? Мечтать нужно всегда. Знаете, я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и не на агентстве. То есть, если мы с вами вот так вот просто посмотрим на то, что происходит в период вот этой вот избирательной кампании, которая началась уже практически месяц назад, то, знаете, вот, например, у меня не создается впечатление, что вот эти вот ребята из Кремля очень хотят там бороться за высокую явку. У меня складывается обратное впечатление, что они наоборот хотят, чтобы на эти выборы. Вообще никто не пришел. Я чувствую себя сейчас породистой. Конечно, это результат всех моих вмешательств. Во мне 16 операций. Хорошо, соглашусь, все сказанное мною выше, это, ну, не более, чем мои какие-то предположения, не более, чем мои домыслы. Можете расценивать это так. Ну, давайте разберем ситуацию. Хорошо, с точки зрения науки, С точки зрения математики, математика царится наук, и тут не получится, да, хотя ватники, я думаю, тут могут вмешаться и сказать, что у России свой особый путь, и, возможно, у России есть какая-то своя особая математика. Ну, вот на данный момент, на момент записи этой программы своей особой математики, слава богу, не существует. Поэтому с точки зрения математики посмотрим на все происходящие процессы и попытаемся развенчать этот миф, да, нужна ли вот эта самая явка в действительности к Кремлю. И когда, кстати, я задаю вопрос вот этим людям, которые начинают мне что-то втирать про явку, я спрошу, а зачем? Ну, во-первых, для легитимности. Слушай, ну, для легитимности вообще сами выборы проводятся. Кстати, порог явки, если кто-то не знает, был отменен в 2006 году. Вот уже более там почти 15 лет скоро, как отменили этот самый порог явки, и сегодня на выборах он не нужен. Сегодня на выборах нужно, чтобы, ну, кандидат, фаворит, который желает победить в этой гонке, набрал 50% плюс один голос от общего числа пришедших. А сколько их придет на этот избирательный участок, никому не важно. Закон этого не предусматривает. То есть даже если придет один, например, Владимир Владимирович на избирательный участок и проголосует сам за себя, выборы будут признаны состоявшимися, тогда для чего эта явка нужна? Мне говорят, ну как? Чем выше явка, вы же туда людей нагоняете, тем выше результат у фаворита, в нашем случае Владимира Путина. И вот тут я сразу скажу, садись, два! Да я пойду в люк набухаюсь. Почему два? Да потому что ты очень плохо учился в школе, дорогой мой хороший человек, потому что на самом деле в математике это так не работает. В математике чем выше, чем больше исходных данных, или в нашем случае чем выше явка, тем хуже результат. Ну и давайте в очередной раз на пальцах, тогда, как я люблю, но для этих целей снова предлагаю отвлечься от нашей вот этой вот избирательной тематики и взять тематику праздничную. Смотрите, завтра вся страна отмечает Рождество, и давайте себе представим ситуацию, что мы вот с вами, с друзьями, товарищами тоже собираемся отметить Рождество в своей там дружеской компании, допустим, нас набралось 10 человек, повторюсь, вот мы друзья-товарищи хотим отметить Рождество, но нам нужен кто-то, кто исполнит роль Деда Мороза или Санта-Клауса, ну кто-то же должен на нашей вечеринке быть вот Санта-Клаусом. Я предлагаю свою кандидатуру. Нам нужно согласиться или не согласиться с моим предложением, и мы назначаем голосование по моей кандидатуре на должность Санта-Клауса. Запоминаем вводные. Нас 10 человек, еще раз. При всем при этом, мою кандидатуру поддерживают далеко не все, скажем, четверо. Вот 4 человека поддерживают меня, железобетонные, остальные по каким-то причинам не поддерживают, и мы объявляем голосование. Значит, условие номер раз. Голосуем все. Все 10 человек, напоминаю, 4 за меня, все остальные не за меня. Теперь давайте считаем процент, сколько получилось. 40 процентов, да, я набрал. Теперь немного меняем условия нашей задачи. Допустим, что в этом голосовании решили участвовать не все, двое сказали, нет, мы в этом участвовать не хотим, поэтому в голосовании приняли участие только 8 человек из 10. За меня по-прежнему голосуют четверо, считаем результат, и о чудо, у меня уже не 40, а 50 процентов голосов, верно? А теперь давайте еще немного усложним задачу и представим, что в голосовании отказались участвовать не двое, а четверо наших друзей и товарищей. Итого голосуют всего 6 человек, за меня по-прежнему 3, считаем процент, о чудо, 80 процентов я уже набрал. Причем исходные данные практически не менялись, нас было 10 человек, меня поддерживают четверо, просто. По ряду причин, какие-то люди отказывались принимать участие в этом голосовании, мой процент рос. Изначально он был 40, в конечном итоге он достиг 80 процентов. Точно так же, ребята, работает и подсчет голосов на выбор, вот отсюда вылезают вот эти вот путинские проценты, под 80, как вот говорят же нам некоторые депутаты, вы смотрите, Владимир Владимирович поддерживает большинство, ну просто хочу напомнить. Сегодня были там предложения выборы отменить президент. А зачем? Даже если мы все будем ходить, тут носу ковыряться. Президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально, так что не снилось ни всей этой швали, которой это Бакроны, Байдены там, и все шольцы и так далее, и тому подобное. Ну давайте посчитаем, какое большинство Владимира Владимировича поддерживает. Вот как раз то, о чем объяснял. Сейчас мы посчитаем реальный процент поддержки кандидата номер один. По итогам, скажем, выборов 2018 года, ну других итогов у нас нет, потому что я хочу, чтобы все обстояло честно, поэтому возьмем результаты голосования в 2018 году, где, как известно, победил Владимир Путин почти с 80% результатом, с 80%, как нам сейчас говорят, ну вот сейчас мы с вами посчитаем, так ли это. Итак, для того, чтобы никто ни в чем меня не обвинял, я предлагаю использовать только официальные данные, данные Центральной избирательной комиссии, никакие другие, мы не будем учитывать там все эти разговоры о вбросах, о подрисовках и так далее, мы используем только официальные данные. Единственное, что считать мы будем не в процентах, как очень любят вот эти вот ребятишки с цикой, якобы честные товарищи, а мы будем считать в абсолютных цифрах. Сколько? В людях, цифрах в абсолютных за Владимира Путина тогда проголосовали. Вот откинем эту сказку за вопро 80% в сторону, давайте просто посмотрим. 55 миллионов человек. Вот это официальные данные Центральной избирательной комиссии. Далее, нам нужен еще один показатель. Общее количество избирателей по стране, то есть граждан, имеющих право голоса. на тот момент их было 109 миллионов человек, это люди с паспортами, российскими, в России за ее пределами, сейчас немножечко больше из-за присоединения новых территорий, но вот мы считаем по состоянию на март 2018 года 109 миллионов избирателей было. Теперь составляем простую пропорцию. Из 6 класса 109 миллионов, это общее число избирателей, это 100%. 55 миллионов человек это те люди, которые поддержали Владимира Путина на тех выборах, это вот тот самый процент, который нам нужно найти, это x. Теперь, как считается пропорция, все помните, x равно, да, вот крест-накрест она считается. x равно 55 миллионов человек умножаем на 100, делим на 109 миллионов избирателей общих, x равно, берите регулятор, считайте, сколько получится. Ну, я уже в принципе посчитал, я вам скажу, 50,46% вот такая цифра получается на выходе 50,46% там нет никаких 80%. Вот они, а вот они реальные данные, вот то количество людей, которые поддержали Владимира Путина на выборах 2018 года, а нам парят про какие-то 80%, а как так получилось? Спросите меня вы, а вот так и получилось, повторюсь, математика, наука точная. А получилось все это благодаря тому, что 40% избирателей в тех выборах не участвовали, они не пришли на избирательные участки, явка провалилась, то есть явка на тех выборах была порядка 60%. 40% предпочли никуда не ходить, отсиделись дома, явку занизили, и в результате того, что явка рухнула, мы только что, я вам приводил конкретный пример, на примере, простите за тавтологию, избрания меня Санта-Клаусом, явка рухнула за счет этого процент с 50% увеличился до 80%, и сегодня, вот да, нам врут, что оказывается, президенты страны-то поддерживают подавляющее большинство, 80%, да, господин Гурулев? Вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня. А в реале вот, 50 с хвостиком, даже не 51, так кому мы должны сказать спасибо? Да вот благодаря вот этим вот людям, которым кто-то вбил в голову вот эту херню из серии, не важно как проголосуют, важно как посчитают, посчитать можно, только при том раскладе, если вы провалите эту явку. Вот. Чем меньше нас останется, как говорится, тем больше им достанется. Вот оно работает. Я вам только что это доказал математическим путем. То есть не верите мне, спросите любого шестиклассника, пусть он вам дообъяснит все эти моменты. Поэтому, дорогие мои хорошие, в преддверии вот этого рождественского праздника хочу ко многим из вас обратиться. Когда приходит к вам вот такой человек и начинает что-то втирать за то, что Кремлю нужна явка, плюньте этому человеку в лицо. Потому что перед вами либо дурак, простите мне мой французский, либо провокатор. Третьего не дано. В любом из этих случаев плюнуть такому человеку в лицо не страшно, потому что это они делают так, что у Владимира Владимировича постоянно какой-то сумасшедший процент образовывается. Хотя в реале, вот мы с вами только что посчитали чуть больше, половины избирателей. И это я не говорю про дорисовки, подрисовки и так далее. Все! Всех с наступающим Рождеством! Это была реальная журналистика. Переваривайте! Пока-пока!